Ну а почему бы не проявить свое желание между тем, как поехать на дачу, зайти и проголосовать? Я пришла выразить свое мнение по поводу кандидатов в депутаты. У нас нередко приходилось слышать о том, что вот списки кандидатов не всегда, так скажем, удовлетворяют избирателей отсюда и низкий процент приходящих на выборы. В данном случае люди сами реально могут сформировать тот список, из которого впоследствии будут они выбирать. Понятная идея праймериса, о которой говорил Александр Рус, сломалась, как это часто бывает, на этапе исполнения. Обсуждение этого предварительного голосования началось еще до самого голосования, вместе с первыми поручениями по его организации. Вот пример. В одном красноярском лицее педагогов обязали привезти по пять родителей с класса на праймерис голосования. Естественно, голосовать за единоросса. Об обязательности добровольного голосования без камер нам рассказали сотрудники многих бюджетных учреждений. Педагоги советского района показали свое предписание. Это клочок бумаги с четкими фамилиями. Официально никакого принуждения не зафиксировано. Здесь может быть активность самих кандидатов. Они, наверное, своих сторонников, своих знакомых максимально стараются мобилизовать на этот процесс. И таких мобилизаторов, видимо, собралось немало. Это избирательный участок на Ленина через два с половиной часа после открытия. Явка к этому моменту уже 30 человек. Это гордый как полдень. Явка уже 100 человек. А это голосование в первой школе на Курчатова. К часу дня заполнено 140 бюллетеней. Секрет волшебной явки запечатлели прохожие. Это молодой человек, который обеспечил появление десятка, видимо, самых активных граждан. И он такой тоже был не один. Активность неустановленных лиц заметили даже наблюдатели, которые контролируют процесс голосования внутри участка. Говорят, все поняли, когда несколько людей подряд настойчиво начали искать контролеров в синих куртках. Это было до смешного, когда заходит человек и кричит на весь коридор, где здесь синяя куртка, мне сказали подойти туда. Отмечается по городу везде наличие неустановленных лиц, которые рядышком с местами проведения, скажем так, выборов, предвыбранных мероприятий, проводят оплату услуг, скажем так, тех или иных кандидатов. Люди приходят, голосуют за них, выходят, соответственно, на месте им расплачиваются и потом, соответственно, уходят домой. Самым богатым районом оказался Октябрьский. Здесь явка уже в первой половине дня превысила среднюю по городу в два раза. Примерно в такой же прогрессии росло и число сообщений о нарушениях, которые получал депутат Гурсовета Константин Сеченков. Ситуация очень некрасивая, очень некрасивая, потому что действительно очень многие люди искренне поверили в то, что это народный праймерис, и это обычные люди, могут видеться, прийти, да попробовать себя в политике. И когда вот такими грязными методами кто-то у кого-то, возможно, ворует победу, это, конечно, не очень красиво. Буквально за два дня до начала этого праймерис уже мне показывали бумажки, которые в администрации выдавали, где было написано, как голосовать. Это был только первый сигнал. Но вот сегодня мы видим продолжение этой истории, когда уже, не знаю, по команде с администрацией, либо личная инициатива кандидатов, вот такими методами пытаются вырвать победу любой ценой. Сколько стоила эта победа и стоила ли она того, покажет сентябрь, когда все внутрипартийные проблемы этого народного голосования станут частью больших выборов, результаты которых пока мало кто рискует рассказывать. Екатерина Кашучек, Виталий Суботин. Воскресные новости.